МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день Тамбовская область по своим результатам развития входит в десятку ведущих передовых регионов Российской Федерации. Эти показатели были подтверждены правительственной комиссией по итогам работы за 2011 год. Такие результаты были достигнуты за счет высокой динамики развития Тамбовской области. Тамбовская область входит в состав Центрального федерального округа Российской Федерации, расположена в Центрально-Черноземном районе. Площадь – более 34 квадратных километров. Население области – более 1 миллиона 200 тысяч человек. Кроме выгодного географического положения, к специфике региона можно отнести благоприятные почвенно-климатические условия, наличие сырьевых ресурсов для развития агропромышленного комплекса и динамизм развития реального сектора. Тамбовская область очень здорово усилила в последние годы свое положение, и это связано в первую очередь с развитием экономики региона. Конечно, если характеризовать экономику области, то это в первую очередь аграрная, аграрно-промышленная экономика. Где-то процентов 80 всех инвестиций в экономики региона приходится именно на агропромышленный комплекс. У нас активно появляются самые современные объекты сельскохозяйственного назначения. И не только сельскохозяйственные, это и переработка, и инфраструктура. Но если говорить о сельском хозяйстве в частности, у нас появилась, например, самая крупная, одна из крупных таких, 5 всего в России, птицфабрика с объемом производства – 100 тысяч тонн мяса птицы. У нас строятся мегафермы по свиноводству. И вместе с тем, имея в виду наш хороший чернозем, наш плодородный ресурс, мы, конечно, высоких показателей достигаем в отрасли растеневодства. В первую очередь, это свекловичное производство. У нас хорошие результаты по производству технических культур. И у нас, естественно, есть та отрасль, которой мы гордимся, отрасль садоводства. Как и во многих регионах, она только что становится на ноги. И вот сейчас есть и государственная программа развития сельского хозяйства, есть своя областная программа развития села, которая предусматривает поддержку садоводства. Тамбовская область по праву считается успешным сельскохозяйственным регионом. Но в то же время должное внимание уделяется и другим отраслям промышленности, а также передовым технологиям и внедрению новейших разработок. У нас сегодня намерение есть возродить те производства, которые в более ранние периоды экономики нашей области существовали. Это промышленное производство. Тамбовская область сегодня занимается разработками в области нанотехнологий. И мы сегодня на своих, так сказать, производственных объектах, на заводах, которые в том числе в областном центре расположены, производим всевозможные нано-присадки. У нас есть нано-порошки. Это то, что используется и в строительной отрасли, используется и в производстве горюче-смазочных материалов. В соответствии со стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года, одним из основных направлений развития экономики определено формирование новых центров социально-экономического развития за счет создания сети инновационных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий. Тамбовский биоэкономический кластер по результатам открытого конкурса Минэкономразвития Российской Федерации в 2012 году вошел в число 37 лучших территориальных кластеров России. Если говорить об агропродовольственной направленности, это единственный кластер, который был поддержан. Предпосылок, конечно, много, бесспорно. В первую очередь, объемы производства сельскохозяйственного. Это раз. Второе, то, что наработки научно-инновационные присутствуют. Это два. В-третьих, мы действительно сегодня сконцентрировали и научное, и образовательное, и опытное, и экспериментальное производство в нескольких муниципальных образованиях региона, что позволило в рамках этого комплексного проекта усилить то, что было создано, и дальше целенаправленно вкладывать инвестиции в новые объекты. Специализация кластера – это биотехнологические продукты комплексной переработки сельскохозяйственного сырья, такие как, например, кормовые дрожжи, лизин, биогаз, упаковочные полимерные материалы, продукты функционального питания и пищевые добавки из плода овощного и зернового сырья. Организатором и координатором кластера является Мичуринский аграрный университет, расположенный во втором по численности и по своей экономике в городе Тамбовской области. Мичуринск, как единственный аграрный наукоград в России, он очень много делает на решении проблем, связанных со здоровьем человека. Это не только исключительно тема сельскохозяйственного назначения, профиля, это в первую очередь касается производства продуктов питания, функционального, оздоровительного назначения. То есть то, что мы производим из исходного сельскохозяйственного сырья, произведенного по самым современным технологическим стандартам, и самое главное, это сырье отличается своей экологической частотой. Естественно, производя продукты питания, используя самые современные методы переработки сельскохозяйственного сырья, новейшее оборудование, мы сегодня даем линейку продуктов для людей, которые имеют теленные заболевания, да и в конце концов просто производим те продукты, которые полезны кушать здоровому человеку. Якорными компаниями кластера являются такие организации, как Биотехпром, Институт биохимии имени Баха Российской Академии Наук, Агрохолдинг «Зеленая долина» и другие. Особую важность приобретает инновационное взаимодействие с одним из крупнейших германских кластеров КЛИП-2021. В кластер промышленной биотехнологии Германии входят такие крупные компании, как Ивоник, Байер, Хенкель и другие. Если бы не сотрудничество с академической наукой, с российской, сейчас с Институтом биохимии Баха, если бы не сотрудничество с германским кластером КЛИП, то мы вряд ли бы смогли усилить или, во всяком случае, просто даже инновационно преподнести наши идеи, наработки, которые сегодня действительно есть, но они требуют действительно обобщения, систематизации. И вот такое международное сотрудничество, выход на международный уровень, конечно, нам тоже способствует. Для успешного формирования кластера и развития региона в целом, в Тамбовской области планируется строительство сельскохозяйственных и биотехнологических объектов. У нас, конечно, инфраструктура серьезно достаточно в агропромышленном комплексе развита, и она затрагивает такие темы, как строительство объектов, хранение зерна, глубокой переработки зерна. У нас очень серьезные планы по расширению переработки сахарной свеклы в Тамбовской области. Исторически была региона, в которой значительные объемы проходили по переработке сахарной свеклы. Было большое количество сахарных заводов, и сегодня строится в Мордовском районе один из крупнейших в России сахарных заводов. Также планируется строительство двух современных биокомплексов по глубокой переработке зерна в Никифоровском районе и Токаревском районе Тамбовской области. В проекте строительство современного маслоэкстракционного биопроизводства на базе Соборовского комбината хлебопродуктов, мощностью более 5000 тонн в сутки. Задача стоит не просто произвести продукты сельскохозяйственные, переработать, а действительно создать новые продукты с высокой добавленной стоимостью. И нам сегодня необходимо сотрудничество не только в рамках своих предприятий, которые, естественно, ждут, что для них, как участников этого проекта, будут преференции соответствующие сделаны, либо это будут институты развития, особые условия для участников этого проекта, обеспечить, возможно, более льготные и более интересные программы по кредитованию, либо это дополнительные гарантии, которые могут быть представлены как из областного бюджета, так и из федерального бюджета гарантии правительства Российской Федерации, для тех проектов, которые особенно отличаются высокой финансовой емкостью. Ну и ряд других видов поддержки, такие, например, как налоговое послабление, все это заинтересовывает участников наших проектов. Но для научно-инновационных образовательных учреждений это возможность расширить свои контакты, связи, международные контакты. Успешный кластер – это гармоничное сочетание многих составляющих, таких как, например, производство, наука, бизнес, а также передовая система образования. Если о Тамбовской области говорим, мы, конечно, не можем не сказать о научно-инновационном потенциале региона. И это в первую очередь Мичуринске. Ну а касательно областного центра, конечно, это образовательный город, два крупнейших вуза – это Државинский университет, Технический университет. Социальная сфера, она, мне кажется, сегодня тоже возрождается на Тамбовщине, потому что появляются новые школы, и такие, например, школы, как Татановская школа, тем более аграрного направления, или там Бондарская школа в Бондарском районе. Вот они, эти объекты социального назначения, социокультурные комплексы, которые в области появляются, свидетельствуют о том, что область внимания уделяет не только производству, но и самому главному – жизни населения. Формирование кластеров Тамбовской области дает необходимый импульс для развития инноваций, позволяет увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью, развивать сопутствующий малый бизнес, создавать новые рабочие места, обеспечивающие высокую заработную плату, увеличивать доходную часть бюджета и повышать инвестиционную привлекательность региона.